Ребят, всем огромный привет! Я продолжаю делать свои обзоры на видео с Амвелла Адамяна. В этот раз хочу обсудить трансляцию, которую вчера я посмотрела и благополучно закипела просто. Девочки, несколько тем для себя я выделила. Первое, конечно же, вы все видели, произошел скандал. У Севки сел голос, орал, как потерпевший на мать. Почему? Опять я говорю свою любимую фразу. Возвращаемся к нашим баранам. Это то, о чем я уже сколько? Десять раз, двадцать раз сказала, что нужен человек, который будет контролировать у матери прием пищи, ее объемы, прогулки, упражнения, какие-то физнагрузки, еду, пищу сказала, да, уколы самое главное, таблетки. И все это по времени, чтобы было все правильно, чтобы соблюдался режим. Этого ничего нет, и он орет на нее, как потерпевший, по причине того, что мать в очередной раз просто забыла померять сахар, уколоть себе инсулин и благополучно уселась на кухне жратки. Пожраточки, это мы любим обовязково. Севка взбесился, спрашивает, ты сахар мерила? Она забыла. Ребят, ну она же не специально это делает, ну не на зло, чтобы сам Велу насолить, ну любой здравомыслящий человек это понимает. Человек болеет, переживает за свое здоровье, как бы там ни было, девочки, но баба Таня сильно себя любит, она дуже хочет жить, ей нравится це життя, ну а почему бы и нет. Гульки-пульки, наряды, коньячки, разносолы разные всякие, возят на машине, конечно же, старость у нее под крылом у сына благополучная, кто бы не хотел пожить такой жизнь. Я буду утверждать, что Шупичка не специально злит сам Вела, не специально устраивает этот трэш с инсулином, пропустила, забыла, с приемом еды, забыла померять сахар. Надо человек, сотый, миллионы раз повторяю, нужен человек, но сам Вел очень упрямый. Он упертый, ему вижу, я в трансляциях, в комментариях, люди пишут на эту тему, много очень предложений, советов дают. Медсестру несложно нанять. Вот вижу, вышло следующее видео, и он такой павлин-мовлин ходит по комнате возле матери и рассказывает, Вот видите, мама сама все может, все наладилось, и ноги сама кремом мажет, ну да, под твоим прессингом, да? Ну, один раз она там, якимось кремом, ну просто жирным там или увлажняющим, намазала сухую кожу. Это не лечение. Мы сейчас говорим о другом. А что же наладилось, Самвел? А где же оно наладилось, когда только вчера вечером ты орал просто дурниной, ругался, кричал, потому что ничего не наладилось? А потом ты спрашиваешь, отчего у тебя сахар 18? Отчего сахар 14,6? А почему сахар 16,8? Да по этой же самой причине я буду продолжать утверждать, что она пропускает колоть инсулин по причине забывчивости. Нет памяти, ребята. Это вот для меня уже как свершившийся факт. Но Сева настаивает на своем. Все мама может сама, вот только он приходит ей на пятку перевязочку сделать. Настолько это все глупо выглядит. Это упрямство, абсолютно дурацкое упрямство. Ребят, их семья, их дела, что хотят, делают, мы только с вами обсуждаем увиденное. То, что они собственноручно, по доброй воле, показывают нам на экране, выставляют свои видеовлоги. Слышу, баба Таня лежит и орет. Вот раздраконил ее сам Вэлл, она получила из-за этого, да, вот конкретных пилюлей. Он ей вставил, и теперь ей же нужно отыграться. На ком? А на ком, как не на зрителях? О, милое дело. Семку она, конечно же, боится. А зрителям можно втыкать. Она же сильно смела, понимаете? Потому что ответить вживую ей никто не может. Люди могут только написать пару строчек на экранах своих телефонов, которые она не видит. Поэтому сильно грамотно. Ой, твои куколки лизут до Эдика, вже й канал закрив Эдик. И все равно никак не успокоится. Девчаток оскорбляют, обзывают. От як бы оце, не дай бог, Эдик почув, Вин бы им плюнул пряму рожу, Вин бы им зробил. Ой, как смешно мне стало. Первое. Объясню почему. Эдик, что бы он сделал, сырло это вонючее? Что бы оно сделало? Ну, я легко могла бы ему в глаза все сказать. Ну, вот ни капли нет, никакого страха, ни боязни. Все могу сказать в лицо и в глаза. Всю правду, без всяких оскорблений. Ребят, а кто заставлял Эдика вылазить в Ютуб? Объясните мне. Ты сам выложил свою жизнь. Ты сам продал за деньги в Ютубе Себя, свою жену, своих детей, своих родственников. Люди разные. Что видим, о том и говорим. Ты хочешь всем закрыть рот? Сотням тысяч людей ты хочешь закрыть рот? Ты для чего вышел? Ты хочешь и рыбку съесть, и на лыжах покататься? А так не получится. Люди будут писать и говорить. И за счет этих комментариев, негативных, позитивных, разных, ты, козел, содержал свою семью. Ты купил себе квартиру, ты купил себе дом, ты сделал тот никудышний, но ремонт за какие-то деньги, правильно? Где ты взял эти деньги? Ты свою сраную, вонючую жизнь просто просырал. Ты не мог ничего свести концы с концами. За твои вонючие гроши ты в своей жизни ничего не смог добиться и сделать. У тебя не было никаких материальных ценностей. И только с тех пор, как именно Самвел научил Пэдика зарабатывать деньги в Ютубе, да, продавать свою жизнь и свою семью за деньги в Ютубе. Я называю вещи своими именами. И Самвел это четко понимает. Он и себя, и свою жизнь, и свою семью тоже продает за деньги в Ютубе. Да. Но Самвел не спорит ни с кем. Он ничего никому не доказывает. Не сводит ни с кем счеты. Не грозится кому-то там морду набить и плюнуть в рожу. Боже, какой грозный Пэдичка. Ребята, еще подъему одну тему. Просто, знаете, слушаю и диву даюсь. Вот Шупичка утверждает, что его девчаток Пэдика оскорбляют, обзывают. Кто слышал когда-нибудь оскорбление в адрес этих девчаток? Объясните мне. Я даже в комментариях никогда, ни разу не читала ни одного оскорбительного слова. Я называла девочка первая, девочка вторая. Это я цитировала мамку. Я критиковала, как родители жлоп Пэдичка одевают своих детей. Это я критиковала. Только эта критика не касается детей, а касается папки никудышнего. В комментах я не видела. Ну, напишите, ну, хоть одно слово оскорбительное в адрес этих девочок, которых просто весь Ютуб обижает и оскорбляет. Зачем врать? Я не могу этого понять. Откуда она это берет, что этих девочек кто-то оскорбляет и трогает? Трогает, да. Будут люди говорить о семье, о девочках, о гульнаске, о Эдике. Потому что сами продают себя и свою семью. Добровольно. Да, будут об этом говорить. Что вы показываете, о том люди и разговаривают. За Диану еще скажу пару слов. Написала какая-то зрительница там в открытом чате, что Дианка с 14 лет живет с мужиком. Ребят, свечки никто не держал. Но они сами говорили, по-моему, Диана рассказывала, я уже не помню, но это было в Ютубе. Что с 14 лет, пусть она не живет с ним, но встречается, дружила. Под этим словом дружила, все что угодно можно подразумевать. И потом, какая нам вообще, зрителям, разница? Это дело Дианы и ее родителей. Со скольки лет она там встречается или встречалась с тем Лешей? По-моему, они сами рассказывали. Она ездила с Кариной в село к бабушке, к маме Гены. И там эти хлопцы, Женя сейчас, нынешний муж Карины, и этот Леша Дианкин, бывший уже, да, они там жили в этом селе. Они дружили, потом встречались они, водились вместе, потом стали жить вместе. Кто что придумал? Кто просто так трогает ваших девочек? Да никто. То, что вы сами все рассказываете, то зрители обсуждают. Нет, девочки, виноваты, как обычно, зрители. Ну, конечно. А на ком же еще зло согнать? Но, вот та, знаете, тема самая такая животрепещущая. Я не могу понять, почему бабе Тане никто доходчиво не может объяснить? Вот, когда она орет в этой трансляции, тоже я услышала. Давай, закрывай, убирай, не надо про меня говорить, не трогайте меня. И про Эдика ничего не трогайте, и про Ставрополья не трогайте, и ничего не говори. Почему ей никто не может объяснить? Баба Таня, ты живешь на те деньги, которые зарабатывает сам Вэл, на вот этих вот просмотрах зрителей и на этих комментариях, которые зрители пишут у него на канале в Ютубе. Если Сева будет выполнять твои херямо требования, не трогать Ставрополья, не трогать тебе херямо бестолково, не рассказывать ничего, тебе не снимать, не показывать, ты за какое бабло жить собралась? Ты на какие деньги будешь существовать вообще? Рыбки тебе красные надоели, оситровые ласоси. Вже в тебе авокадо таке отвратительное паршивое, фукаешь, бекаешь. Теперь ты в Турцию собралась лететь із Зиною. А что, мы поедемо? За какие деньги, я тебя спрашиваю. Ты не хочешь задаться вопросом? Вот за счет тебя, что Самвел снимает, твоих ставропольских придурков, что вы ведете эти разговоры про них. Вот на этом, на всем, твой Самвел зарабатывает те деньги, на которые ты живешь, делаешь сумасшедшие, дорогостоящие операции, все твои прихоти выполняются, ты ходишь по ресторанам Гульдебеныш, бухаешь коньячки, оберемками цветы получаешь. Это все на эти деньги. И ты вообще кто такая, что ты себе позволяешь указывать Самвелу, что ему делать на своем канале? Отведи соби свой канал и не трогай меня. Не охренела ли вообще? Живет в сыновьей квартире, за сыновьи деньги, на всем обеспечении сына и начинает руководить каналом уже. Как ему вести канал, указывать будет она. А вот здесь, ребята, у меня было очень огромное желание, действительно, исполнить вот те слова, которые говорил Севка сравнительно недавно. Взять костыль и бахнуть по башке. А ну спустись с неба на землю. Квакуша. Еще одна. Девочка. Красива. Вот оседы мовчки себе. Машь свои раты, эти ж гребла страшнючи. И не гавкай в экран. Да, здоровье отдельной статьей идет. Еще раз говорю. Всем и ей херями в том же числе. Я всем желаю здоровья. И ей включительно. Я очень хочу, чтобы эта нога у нее уже зажила, чтобы она выздоровела и ходила. Ребят, мы все, я уверена, мои зрители точно на моем канале, всем нам, всем украинцам, всем людям, кто поддерживает Украину, всем адекватным, всем здравомыслящим людям желаем здоровья. Но вот такое поведение, то, что сам Вэлл ей позволяет вылезать себе на голову, это уже из ряда вон выходящий случай. Вот ты с его орешь, орешь, пытаешься как-то ее там на место поставить, результата нет. Результат нулевой. Что ты вот тут делаешь ей перевязку и специально, ребят, это же было все сделано специально. Намочил этот бинтик в растворе, шляп, так, с силой, с такой по ноге, об эту рану. Зачем ты это делаешь? Вот здесь бы, ребята, я бы его шляпнула. Серьезно. Но это живой человек, это живая нога. Да, я вот так отношусь. Здесь я ее критикую, а здесь недопустимы те действия, которые я вижу на экране, что Самвел с ней делает. Зачем ты ей доставляешь эту боль, физическую боль? Ты что думаешь, она как-то благоразумней станет, у нее мозги встанут на место, она станет по-другому рассуждать, или ты хочешь как-то ее воспитать вот таким способом? Ну это жестоко, по меньшей мере. Ну так нельзя. Ну взрослые люди, Сев, сейчас к тебе обращаюсь. Ну так себя не ведут. Зачем ты делаешь больно? Ну то, что она заплакала, я верю, потому что там все-таки рана, это кость, оно старое тело, нога болезненная, там все-таки идет процесс воспаления, но оно больно. Ну согласитесь, но это больно. Этого делать нельзя. Вот какие-то методы воспитания очень странные. Я считаю, это неправильный подход. Но ее нужно ставить на место. Что бы сделала я? Я бы сказала, мама, объяснила бы ей все, да, вот то, что я только что произнесла и рассказала своим зрителям, сказала бы, ты за этот счет живешь. Поэтому снимайся. Не хочешь, чтобы про тебя говорили плохо? Веди себя прилично в кадре. Одень пижамку, причеши волосики, выгляди как женщина, пусть больная, пусть с оперированной ногой. Ну ты ж выглядишь, как Кузя, как домовенок. Поэтому люди тебя и критикуют. Пятна на простыне, кричить криком вонечистки. Мы стираем каждый день, ци пятна нивестируются. Купите еще 3-4 комплекта белья. Для вас это непосильные тракты? Для вас это 3 копейки. Да, люди критикуют то, что видят. Но благодаря этой критике, благодаря этим просмотрам, вы шикуете. Вы же не знаете, что такое нищета, что такое голод, что такое сидеть в обоубежищах, что такое перебиваться с воды на хлеб и не иметь денег на таблетку, которая тебе нужна, жизненно необходима. Баба Таня, ты же не задумываешься. Ты на десятки тысяч гривен, те, что Самвел тратит в аптеке, жрешь эти таблетки, все препараты, уколы, ты все имеешь. Благодаря кому и чему? Ребята, вы заигрались, Адамяны. Все это благодаря зрителям. И мне кажется, к своим зрителям, да-да, сделаю оговорочку, в семье не без урода. Много уродцев приходят на каналы. Так можно просто блокировать. И жизнь будет твоя чище, и канал твой будет чище. Но ты же этого Самвел не делаешь? Нет. Но к зрителям своим надо как-то более с уважением относиться. Вот здесь это мое твердое убеждение. Я буду ждать ваши комментарии, девочки, и сделаю объявление. Сегодня вечером хочу провести трансляцию. Поэтому все, кто имеет такое желание, пообщаться вживую, задать вопросы, которые вас интересуют, я отвечаю всегда на все вопросы. Приходите, как обычно. Последнее время мы трансляции проводим в 20.00 по украинскому времени. То есть в 8 часов вечера по Украине я вас всех жду в трансляции. Не прощаюсь. До скорых встреч. Пока.